И столько рассказал, что по-моему не помню. Теперь по поводу названия. Название придумал Игорь Амельевич. И название нашего сегодняшнего заседания звучит так. Архитекты вставили в Москве от концептуализма к инновации. Так что это название не мое, но я сколько-то не стал. Потому что я живущий человек там в дверях, толкаться лучше в войти, и там уже будет мир. Но если попытаться уточнить название, я скажу это так. Что наверное оно могло звучать, что современный архитектор в современной Москве. Почему он современный? Что касается концептуализма, где на выставке, тут послышал, что есть, все есть. Значит, почему в современной Москве, потому что мне кажется, по моему ощущению, что Москва Малинская изменилась и стала вот такой, какой мы примерно ее видим сейчас. Я имею в виду не только ее архитектурный облик, а вообще по настроению, по той политике, которая как бы будет примерно 30 лет назад, то есть в начале 1990-х годов. Я бы это назвал такое как наступление коммерческого этапа нашей российской архитектуры. Потому что до этого это была социалистическая архитектура со всеми там достоинствами и недостатками. То, что называется массовое строительство, то все мы знаем, мы видим, что современная такоммерческая архитектура не так уж и в принципе отличается от советской, только она стала раза в полтора-два выше и как бы жестче, и там даже появился такой обидный термин, как «человейники» и так далее. Мне кажется, что вот именно тогда произошли какие-то существенные изменения, и в том числе и в позиции архитекта в самом городе. Потому что в начале 1990-х годов Юрий Михайлович Рушков как бы так к нему не относится, но демократически он заявлял, что вообще в городе правят архитекторы. И вообще как бы архитекторы, это царь Бога, мы должны слушать архитекторы, как скажут, архитекторы, так и будет. Довольно скоро стало ясно, что это далеко не так, но тем не менее существовала целая система таких архитектурных, я не знаю, сказал бы, фильтров, в том числе и советный КОС, который заславлял Александра Петровича довольно долго и успешно. Существовал совет, который градостроительный, на которых всерьез обсуждались такие вещи, как допустимые или недопустимые параметры какого-то архитектурного объекта, обсуждалась всерьез его, скажем, стилистика. То есть вещи, которые сейчас, в общем-то, как и выпали, используя зрение архитектора. Потому что самые существенные параметры, которые, собственно, и влияют на то, как вообще город примет какое-то новое сооружение или не примет, это, в общем, уже не стилистика архитектурная, это просто его говорит, его размер. А в этих обсуждениях и там, где принимаются эти решения, архитектов не заработают, они в этом не участвуют. И даже главные архитектуры Москвы тоже, насколько я знаю, далеко не всегда или совсем, даже как право, в обсуждении этих вопросов не участвуют. То есть самые существенные такие, как бы, городские вопросы решаются без участия. Смешно сказать, но, скажем, 30 лет назад, когда организовалось наше бюро, я могу как бы привести в пример наше бюро, потому что в этом году, да, ему исполняется 30 лет, и как раз оно вот существует, как бы, переживая на себе все эти репетии, вот, этой московской архитектуры, 30 лет. Вот, и если, значит, в начале 90-х годов, сделав там успешный проект реконструкции территории Остоженко, который был признан таким, как бы, строительным документом, который должен определять судьбу этого района, и наше бюро, будучи, в общем, частным, по сути, своей, выполняло муниципальные функции, то есть мы были генеральными проектировщиками. И, опять же, смешно вспоминать, но мы определили, или разделили весь, всю территорию на парцелл, соответствующую историческую, мы, как бы, задали некие экономические параметры для каждой парцелл. И когда к нам приходил заказчик, а мы тогда согласовывали, тогда это называется эскиз номер один. То есть та бумажка, на которой были записаны, как бы, основные параметры, которые потом положились, ну, как бы, в основу проекта. И мы сообщали этим заказчикам, что на этом участке нужно 20 тысяч квадратных метров при высоте такой-то, а на этом 15, а на этом 5. И, опять же, смешно вспоминать, но заказчик, который часто очень расстроен, уходил от нас, как бы, услышал какой-то такой нерадующий его диагноз. А потом, конечно, быстро выяснилось, что все эти проблемы можно решать и без нас, к нам уже больше по этому поводу не обращались, и больше стало там стало известно, что каждый вопрос имеет свою цену, и дальше там, ну, шуни-заказчики называли, что сколько стоит, и тогда я узнал, что, оказывается, моя подпись тоже чем-то стоит, потому что я получил гопчет, как можно сказать, я уже забыл, или две, или две тысячи, как долго стоила моя подпись. Ну, тем не менее, хотите ли это, хотите ли это, но это была процедура известная, потому что еще от другого заказчика мы узнали, что помимо, скажем, проектного гонорара, который получали архитекторы, существует еще такой, наверное, сбуксовательный гонорар. И он примерно в два, а то и в три раза превышает проекты. И тогда мы как бы почувствовали, что те самые люди, которые, как бы, съедают наши деньги, это наши классовые враги. Вот, ну, не менее, существовало, так как мне объяснили, разрядка, такая разнорядка, что этот стоит столько-то, этот стоит столько-то. Я тогда спросил этого заказчика, простите, я же тоже там подписываю, а вы тоже, говорит, стоите, сказали мне, что я там, будет две-три-три тысячи. Я как честь, в общем, у каждого, что не так шевел. Вот, я думаю, что я больше стою. Ну, хренее. Схема целой висели в банках, схема, такие же, с указанием цен. Да, да, да. Напечатанная. Да, потому что, как бы, человек, который брал все согласовывать, или, там, проталкивает проект, он сообщал заказчику, что это стоило за определенную сумму, заказчик ему в домах, но потом, конечно, никто не спрашивал расписки в получении этих денег. Поэтому это все так туманно, и, в общем, как вы хотите это, хотите это. Но, тем не менее, значит, времена стали меняться, значит, нас все больше, то есть все меньше и меньше спрашивали наше мнение, какого-то, как бы, размера, объема на этом месте могут быть какие-то новые сооружения. Но все-таки еще тогда существовали и работали довольно активно и КОС, и Градостроительный совет. И там очень часто эти вопросы, ну, как бы, решались в пользу города, но и не всегда в пользу инвестора. Но дальше жизнь не стояла на месте. Сейчас мы знаем, что все эти вопросы решаются другим образом. И архитектор приходит и ему сообщает, что вот участок, вот на этом участке нужно построить 100 тысяч квадратных метров. Все. Значит, поначалу кажется, что это невозможно, но потом, благодаря, там, каким-то профессиональным ухищрениям, и так далее, и так далее, это становится возможным, эти 100 тысяч мест вот размещаются. А затем задача архитектора, он становится такой, что, как бы, вот это невозможное для этого места количество, там, не знаю, материалов, кирпича, металла, бетона или еще чего-то, он с помощью разных архитектурных, композиционных ухищений пытается, вот, как бы, передать этому какой-то бобле-обмене, боброобразный вид. И сейчас, например, все чаще и чаще мы сталкиваемся с тем, что от архитектора вообще хотят фасад. И архитекторы видят, как в основном рисователи, оформители фасадов. И те огромные коробки, которые мы видим там, не в центре, слава богу, еще, но на периферии, которые разукрашены какими-то узорами, вот, похоже, что к этому все идет, что наша роль архитектора будет это, как бы, раскрашивать или фасады. Потому что вообще, кто же такие архитекты в современном городе? Их можно разделить на несколько категорий. Значит, ну, еще остались вот такие архитекты, как, скажем, работающие в нашем бюро, какое-то количество архитектурных команд. Вот. Но гораздо более перспективно это архитекторы, которые работают вместе с девелоперами. То есть архитекторы в команде девелопер. И которые, конечно же, отстаивают, ну, как бы, потому что им за это хватит деньги, интересы девелопера. А девелопер, естественно, всегда хочет как можно больше. Очень интересная ситуация. Оказывается, что это не только у нас в Москве, у нас в России такая тенденция. В последнем новоми журнала «Проект Балтия» я прочитал в такой хронике, что в Хельсинки замечательный город, который, как бы, живет какой-то совершенно другой жизнью, не похожий на наши, там, как бы, там, все правильно, там, правильное образование, правильные люди живут и так далее. И вдруг они тоже решили, что Хельсинки должен, как бы, иметь сити. И они запроектировали, я забыл, на сколько-то тысяч квадратных метров, такой комплекс для Московского Сити с башенами 180, там, и еще сколько-то метров. Провели конкурс. В конкурсе участвовали несколько команд. Но все команды, это были ДМО или инвесторы вместе с архитекторами. То есть других, как бы, уже, там, каких-то свободных, независимых архитекторов не было. Это, как бы, бывает, что, как-то у них, вроде, одна тенденция. И, да, какой-то, какая-то команда выиграла. И, значит, в Хельсинки, который всегда, в общем, был невысокий город, за исключением нескольких вентикалей, появится вот такой, как бы, в Аля Московской Сити. И вот тот самый Юханик Уасман, который сам все очень упомянул, начну по этому поводу высказанности, что вообще очень жалко и странно, что какой-то, вот там, я не знаю, как он называется, городской совет Хельсинки, который должен, как бы, отстаивать интересы вот такой городских традиций. Вот тем не менее, вот это все сфору совпал. Вот. Значит, тем не менее, вот так происходит. Еще есть целый группа архитектов. Значит, одни, которые продолжают работать в чисто таких, как в Альфе-Турбе, командах, другая, и, мне кажется, становится все больше, это те, которые работают вместе с ДВ-Октером, как в одной команде, и, соответственно, они разделяют их интересы. И, наконец, есть еще группа архитекторов-чиновников. То есть те, которые работают в каких-то государственных, муниципальных структурах, их тоже довольно много становится, которые прописывают или, наоборот, не прописывают те самые регламенты, которые вот эти практикующие архитектов, их очень жаждают, потому что, если бы у нас были какие-то простые и ясные регламенты, ограничения, жизнь наша была бы, кажется, проще и яснее. Вот. И таких архитекторов-чиновников становится больше. Наконец, есть такие фрилансеры, которые к ним не отнесут преподавателей и архитекторных вузов, и, не знаю, и у ученых, и, не знаю, и критиков, и историков, и теоретиков, и так далее, и так далее. Вот так как бы выглядят архитекты, которые, ну вот, имеют отношение к критике. Не все из них, кстати, архитекторы. Ну, значит, там за что-то нас поощряют или за что-то нас ругают. Так как независимых архитекторов, по моему ощущению, становится все меньше и меньше. Вот. Ну и, соответственно, архитекторы как бы предбиваются там, где за это платят. И поэтому архитекторов, работающих вместе с дворами, по моим ощущениям, становится все больше, так же, как архитекторов-чиновников. Я в этом не вижу ничего плохого, потому что вот такие, как бы, городские, знающие, как бы, архитекторную суть, чиновникам нужны и, в общем, в принципе, полезны. Вот. У меня нету каких-то, знаете, таких мыслей и каких-то таких суждений, которые бы вы не знали. Я вижу с вами свою задачу, чтобы попытаться, ну, сообщая какие-то факты, которые вы не знаете, в общем-то, и без меня, спопоцировать, если хотите, какую-то дискуссию, чтобы с какими-то моими там утверждениями можно было согласиться или на бабки не согласиться. Ну, мне кажется, здесь такая, в общем, замечательная сопроводительная аудитория, чтобы было бы жалко не услышать, а что вот эти замечательные люди думают по этому поводу. Вот. Еще, как бы, ну, это уже несколько раз, что у них еще один тип архитетов, я это называю охранник, хотя это не совсем верно, это люди, которые стояли как бы на страже вот интересов исторической застройки. Это тоже, в общем, вот такая непростая повода людей. Например, я помню Валяя Сергеевича Маркуса, очень такой яростный, с такой настоящим комсомольским адратом, до самого последних своих дней отстаивающий, в общем, интересы исторического города. Ну, я же помню, и Валяя Сергеевича Маркуса в 60-е годы, напал в консактивах Гуафакова, когда он говорил, значит, с той же энергией, и эти Гуафогники в центре города будем расселять и спасить. Понимаете? Что произошло? Вообще, эта тема охраны, как бы, исторической среды в 60-е, а еще раньше в 50-е, ее просто не было. И поэтому, как бы, упрекать архитектов того времени, что они, как бы, этих вопросов не видели, или еще что-то, то есть, просто такой повязки дня не было. Архитекторы, они были такие, люди, неусмысленные. Они, ну, строили то, что строили замечательный архитектор Николай Петрович Сухоян, который построил, ну, кому нравится, кому не нравится, это дом художников. Он, условно, вещь такая, достаточно сухая, и при всей, как бы, любви к такой архитектуре, скажешь, что это вещь абсолютно вот от этого места. Вот. Он, при всем при этом, был одним из лучших в московской, как бы, архитектурных командах лучшим акварелистом. И на ежегодных выставках, как его акварели, были самые тонкие, самые изысканные. Вот. И эти же архитекторы, которые строили, вот то, что, значит, панельные дома, летом они ездили на север, они ездили, акварели, делали замечательные псковские, новгородские, там, не знаю, и ядры, церкви, и в то же время, значит, строили, что тогда можно было строить. Поэтому, значит, эта тема, как мне кажется, она появилась где-то, наверное, нужно поправить. Я думаю, что где-то активно в 70-е годы, то есть голос людей, которые защищали памятники, стал слышим, значит, их выступления стали заметны. Здесь, в общем, история простая. То есть до тех пор, пока вот этой самой исторической среды было много, достаточно, она не казалась там и ценной, и так далее. По мере ее убывания, как бы, ее моральная ценность возрастает. И, к сожалению, возможно, все кончится тем, что когда останется буквально какой-то последний дом, такой был не был реальной ценности, мы его объявим, как бы, вообще бесконечно дорогим оцентом. Но, к сожалению, год сейчас стал не только местным жителем, тех, кто живет, он стал, в общем-то, очередным источником дохода. То есть строительство в городе – это бизнес. Причем бизнес очень выгодный. Один, значит, высокий московский чиновник несколько лет назад сделал такой, как бы, выдвинул такой тезис, что строительство жилья в Москве дело настолько выгодное, что по своей доходности оно стоит на третьем месте после торговли наркотиками и торговли оружия. То есть это значит, что когда такие, как бы, серьезные аргументы, то становиться на пути, как бы, вот этого катка, по крайней мере, опасным. Но я слышал другое мнение, что это было сколько-то вот уже лет назад, а сейчас это уже не так выгодно и так замечательно. Но, тем не менее, до тех пор, пока этот бизнес будет успешен, и пока он будет, как бы, приносить, ну, будет источником таких немалых доходов, Москва будет расти, к сожалению, Москва будет увеличиваться. А как компенсация вот этот бизнес мы будем иметь, вот то, что мы видим на улицах, вот, в том, чем упрекают этих самых урбанистов, хотя, конечно, это неурбанисты, это тоже такой бизнес, вся эта плитка, которую там можно менять, все это благоустройство, это вся бьютификация, от которой, в общем, не знаю, зубы сводят. Вот, это нам, как бы, дается в обмен на то, что какие-то люди, как бы, имеют хорошие доходы с этого блока. Вот, мне кажется, что если раньше, скажем, архитектор, вообще его позиция в творчестве, имело значение, является ли этот архитектор... Как вы говорите, можно было бы, как бы, субтитры... Весилий. Нет. Время его. То есть, название, понимается. Вот, с чем-то, с чем-то. Слышать, с чем-то. Вот. Мне так важно, является ли он контекстуалистом, правильным контекстуалистом, риском или низким. Мне важно то, что вообще блока стал, как бы, местом, как можно словить, там, с какими-то нефтяными разработками. То есть, имеется там такой, как бы, добычей средств. И вообще, как бы, проблема не в этом архитекторе, мне кажется, а проблема в том, что, как вообще остановить эту Москву, которая вот так растет, пухнет, и, там, не знаю, и есть сирийский, там, что лет через есть, и Москва будет иметь, там, миллионов 30, ну, как бы она ни называлась, в случае, то, что фактически является Москвой, а это уже будет проблема, вот такого, ну, во всяком случае, масштаба всей страны, потому что это просто может опрокинуть нашу страну. И, к сожалению, я могу закончить тем, что роль архитектора, она не так велика, как нам кажется. К счастью, еще проходят какие-то конкурсы, в которых архитекты участвуют, и где есть возможность выставить свою точку зрения. Но, в то же время, роль тех людей, которые видят в городе источник, в общем, доходов, она гораздо активнее, гораздо заменнее. На этом я бы закончил свое выступление, и надеюсь, что кто-то мне возразительный, как ты еще. А, где вы переделали? Обещаю. Спасибо. Я могу, конечно, сказать два слова про инновацию. Как хотите, или вы все равно? Сразу знаете, что-то. Они будут сказать сюда, вот еще. Ну, что он называется, да, от контекстуализма до инновации. Если, скажем, за контекстуализм архитектора, ну, нес какую-то ответственность, это, в общем, архитекторы придумывают его, как бы, опять, профессиональные позиции. То, что касается инноваций, это придумали не архитекторы. Это придумали, как бы, городские, дыры, облицы, чиновники, не знаю, мэрии, макритные, не знаю, может быть, советники, может, кустные, не знаю, кто им это и почему и как. Но мне кажется, что с инновацией вопрос, с одной стороны, да, конечно, нужно, как бы, город обновлять. С другой стороны, вопрос, как это делается. Потому что, конечно, дома эти сносились, которые были рассчитаны всего лишь там на 25 лет. Но мы знаем и другие примеры. Мы знаем, что, например, в Германии после объединения, скажем, вот эти панельные дома, в Берлине, например, восточном, они стали очень нормы среди молодежи. И даже в связи с этим появился такой термин «крустальджия». То есть это было, как бы, круто, это было модно, жить в панельном доме среди молодежи. Но нам, начиная с Ушкова, как бы, объясняли, что все это рухлядь, что все это, в общем, что-то постыдное для Москвы, от чего нужно, как можно скорее избавляться. Ну и, я не знаю, если у меня, в первую очередь, что-то и вызывает сомнения, то вопрос, как это делается. Потому что, да, эти люди... Продолжение следует...